Всем привет! Меня зовут Елена, и я из Нижнего Новгорода. В игре я участвовала первый раз, и мне это понравилось. Для меня это было в новинку, писать отчеты, заполнять дневник благодарности, рассказывать о своих проблемах, о своей жизни, о событиях, об обстоятельствах, о ситуациях. Но потом наступил какой-то момент, и я раскрылась. Поначалу я была очень закрыта, писала только хорошее, и было мало лайков. Но я заметила, что чем больше я открывалась девочкам, тем больше я получала лайков, и тем больше было подписчиков. Чем игра была полезна для меня? Я по-настоящему себя полюбила, такую, какая я есть. Не переделывая на чей-то лад, не пытаясь что-то кому-то доказать, а просто вот такой, какая я есть. Да, я меняюсь, я становлюсь мягче, нежнее, добрее. И это означает, что я возвращаюсь к своей природе. Что еще сказать? Я очень благодарна Валяевым, Алексею и Ольге, что они создали эту игру, что они занимаются этим. Помогают женщинам, девушкам возвращаться к себе. Потому что чем дольше я не ношу юбки, а у меня всего лишь три месяца срока, тем больше я вижу, что и замечаю уважение мужчин, что люди ко мне вообще по-другому относятся. Помню, когда я только писала список желаний, вообще у меня с желаниями была большая проблема, они не сбывались, может быть, раз в несколько месяцев одно желание сбудется и все. И все мои желания были на мужской лад, чего-то доказать, куда-то прийти, добежать. Вот. И чем больше я начинала себя любить и чем больше возвращалась к своей природе, тем мои желания становились более женскими, женственными. Я их просто переписывала и какие-то желания я убирала вовсе. Поначалу желаний я написала, наверное, штук 30, может быть, даже меньше. Но потом этот список ушел далеко за 100+. Я продолжаю писать, и мои желания теперь каждый день исполняются. Какое-то желание, но обязательно исполняется. Сейчас по окончании игры я продолжаю идти к своим целям, которые поставила, продолжаю выполнять ежедневные дела. Это просто вошло в привычку. И для всего для этого находится время. Конечно, я отдыхаю, позволяю себе расслабляться, но ничего никуда не девается, и все приходит само. Это самое главное. И написала я об этом финальном отчете, но самое главное, что я поняла для себя, это то, что я не хочу возвращаться к бывшему мужу. Признаться честно, самым первым моим желанием, которое я написала, это помириться с ним. Но когда я стала себя узнавать при помощи медитации, я поняла, что я этого не хочу, и что мне не нужно, и что когда я выходила замуж, точнее, женила его на себе, я... Это все, мне кажется, от того, что меня недолюбили в детстве. А сама я к нему любви не испытывала, и она у меня не появилась, и в течение пяти лет мы просто трепали друг другу нервы. Было все. И драки, и оскорбления, и унижения. И вроде бы даже это желание стало мое исполняться понемножку. Но просто в конце игры, наверное, дня за три я поняла, что мне это просто не нужно. Пришла моя дочка. Иди сюда. Вот, Маргарита замечательная. Паскет у нас говорит. Скажи привет. Привет. Вот, и... То есть я поняла, что с мужем мы настолько разные, что у нас настолько разные интересы с ним. Иди сюда ко мне. Что я просто не хочу к нему возвращаться. Ну, зачем? И вроде бы он стал делать какие-то шаги навстречу, но мне это просто не нужно. Я не знаю, как будет дальше, как сложится жизнь. Но сейчас я чувствую себя очень уверенно в себе. Знаю о своих желаниях, знаю, к чему идти. Мама, а с кем-то разговаривай, а с кем? Ни с кем. Отпути. Я уверена, что у меня будет все хорошо. И мне встретится человек, который мне нужен. Я уже написала, описала его, качества, которые мне нужны. И это не мой муж. Они такие качества, как у него. Ну, наверное, все. Я очень благодарна девочкам за поддержку. Я очень благодарна девочкам за советы, за их дружбу. С какими-то мы продолжаем общаться. И я надеюсь, продолжим. И это перерастет в настоящую дружбу. Я желаю всем удачи. И я хочу участвовать еще. Спасибо за внимание.